Осьминог Бесконечности Осьминог Бесконечности Осьминог Бесконечности фильм дудя колыма и в этой статье было про европейцев которые пришли на территорию ссср и зверски и убивали заметьте очень важно отметить что про европейцев европейцы европейцы пришли не немцы пришли не германия пришла к нам именно европейцы это довольно таки распространенный обман среди совков так скажем причем прилепен он действительно он один из таких передовых лгунов которые вот с удовольствием используют вот такие вот странные фразы конечно же европейцы пришли капиталисты подлые капиталисты пришли убивать в общем-то советских людей все европейцы все все сразу все капиталисты мира пришли воевать все буржуи пришли убивать бедных пролетариев вот так вот как бы это все выглядит для советского человека именно для сторонника коммунизма ярого таковым является захар прилепин он зачем-то искажает правду почему-то не хочет сказать что на самом деле пришли не не просто европейцы даже не какие-то капиталисты ни одна из капиталистических стран социалисты пришли к социалистам и началась война но почему бы на вот этот факт не озвучить это реально факт реальны факт в отличие того что пришли европейцы говорить что он не знаю в нашу страну пришли европейцы абсолютно тоже самое что сказать что сейчас на украине славяне напали на донецк славяне напали на до низк украинцы славяне правильно значит это славяне. Славяне напали на Донецк. Ну, значит, все славяне злодеи и мудаки. Ну, это по логике Прилепина. По логике пропагандиста такой, если мы обернём её против него же, вот получится вот такой вот. Славяне напали на Донецк, и вот они злодеи, получается, фашисты, все славяне фашисты. Тогда получается. Логика Прилепина. Она так и работает. И мы можем вертеть ей как захотим. Вообще, очень важно заметить, что фильм Людя Колыма, она делала очень много шума. Фильм, конечно же, исторически недостоверен. Ну, недостаточно достоверен. Можно сделать намного лучше. Но Дудь не врёт хотя бы. Там откровенного обмана просто нет. Нормальный фильм. Не очень интеллектуальный, не полностью соответствует фактам, но ну, фильм как фильм, в общем-то. В общем, да, и опровергается. Совки пытаются опровергнуть всё вот это, что фильмик Лыма, какой он плохой, какой он антисоветский, какой он ужасный. А на самом деле, вот что получается. То, что было на Колыме, конечно, был страх. Ну, то есть, получается, Дудь прав, по мнению Захара Прилепина. Был определённый страх от репрессивной машины. И репрессивная машина, оказывается, была. Мы дети поколения разрушенного сталинской репрессии. Разрушенного сталинской репрессии. Но он при этом старинист, понимаете? Старинист, да. Поколение, которое сталинские репрессии загнали в страх. И этот страх будет возобновляться при всякой новой тирании. Ну, то есть, Дудь прав. Дудь прав. И все претензии против него, и Захара Прилепина, и других совков, вот, судя по этим высказываниям, он не имеет никаких оснований. Юра немного, а немного изориентирует молодых, не очень понимающих людей, потому что для поколения моих дедушек и бабушек, которые воевали и прошли войну, для них не было никакого акцентированного страха, связанного со сталинскими репрессиями. Ох, не было страха. Теперь страха не было. То он был, ну, это, видимо, он пытался выразить мнение Дудя сейчас. Дудя попытался выразить. А оказывается, страха не было. Ну, конечно, никто не боялся, что придут и убьют свои жизни. И войну никто не боялся. Хотя свидетельства исторические говорят об обратном. Можем взять тексты, тексты людей, которые с войны, которые на войне участвовали. Боялись, очень боялись. Они не дети Арбата. Вот арбатские дети, да, избалованные ублюдки. Абсолютно верно. Они крестьянские жители. По ним так или иначе прошла коллективизация. Ну, кстати, коллективизация, это не так уж страшно, как репрессии непосредственно. Все они говорили с абсолютно стойким ужасом о событиях войны. И представить на секунду, что Дудь, который позиционирует себя как независимый журналист, снимает фильм о фашизме и о чудовищно известных европейцах, очень трудно. А почему трудно-то? Почему трудно? Тогда на эту тему так не рассуждали, в том числе потому, что многие вещи умалчивались. И сегодня ни один литератор, ни один свободомыслящий журналист, ни Парфенов, ни Троцкий, никто говорить об этом не будет. Если ты делаешь что-то про Европу, станешь выродком. Все смотрят на тебя и скажут, боже мой, боже мой, что он несет. Любой монолог на эту тему может убить твою репутацию. А вот про Сталина, пожалуйста. То есть, про фашизм, да, не снимают фильмы. Про Гитлера никто не снимает. У нас фильмы плохие, смешные. В России особенно никто не снимает. Там Гитлер Капут, например. Никогда не выходил этот фильм. Никогда. Да. Европейцы не снимают фильмы, где Гитлер не очень-то в прекрасном свете выставляется. Также не снимают фильмы о том... Даже немцы не снимают, видимо, фильмы. Хотя я знаю, несколько уже буквально несколько можно отыскать. По-моему, Сахар Прилепин либо сидит в изоляции в какой-то, где не показывает фильмы про Гитлера, либо он, ну, просто обманывает людей. Вот это просто обман. Это ложь. Любой монолог на эту тему может убить твою репутацию. Да наоборот, Гитлера все в Европе наоборот чморят. Триер сказал что-то позитивное про нацизм, все. Репутацию очень сильно как раз испортил. А не тем, что он молчал. Поэтому я просто говорю, что путь наименьшего сопротивления и совсем разумная расстановка акцентов именно мои слова про Европу и вызвали колоссальнейшее бешенство в либеральной среде. которая дико возмутила эта статья. Бешенство вызвано потому, что они прекрасно знают, что это. Я думаю, они не знают, что он прав. И, ну, как обычно, Захар Прилепин заврался. Очень, очень сильно заврался. Тут и сосунки, сарбата, современные разбалованные люди. Ах, вырыбки, которые ничего не понимают. И европейцы, которые сами про себя, на самом деле, сняли очень много фильмов. И они критикуют. Критикуют Адольфа Гитлера. По-моему, это нормально. А что в Франции? Франция, это что же европейцы? Да, Франция тоже на нас напала во время Второй мировой? Вроде нет. А Англия? Они же союзниками вообще нашими были. К счету, Захар Прилепин говорит, что европейцы на нас напали. Видите, какое искажение? Какое искажение информации мы видим здесь постоянно. И все, вот в этом весь прилепен. Ладно, давайте посмотрим другие записи. Последние, что он тут? Что он тут говорит вообще о мире? Что он считает? Давайте посмотрим, насколько он лжет вообще. Так, гражданская оборона, маты, маты. Егор Летов. Ого! О, батя, смотрите. Кумир. Прекрасно в ростах. Обожаю этих террористов. Это смешно. Так. Захар Прилепин. Люди, которым здесь плохо. Не будем стать учитать. Сильно-длинно. Так. Со временем прошло 20. Нет. Это не его цитата. О, пора валить. Очень смешно. Особенно Кабел и Фил смешной. Вот. Да. Смотрим. Смотрим. Что у нас тут еще есть? Где же его материалы? Почему цена роста будущей России? Вот это фотки дурацкие, с дурацким лесом. Молодец. Сейчас. Вот оно, кажется, да? Нет, все, читает Эльбека. Ну, ладно. Ладно, окей, окей, окей. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот. Русский характер не склонен к покаянию, потому что русская душа всегда раскаяна. Мне кажется, он и людей вообще не видел никогда в жизни. Мне кажется, Захар Прилепин это какая-нибудь там, не знаю, политическая обезьянка, которая сидит в белой комнате. В белой комнате и вообще не знает, что вообще несет, о чем вообще речь идет. Он никогда вообще людей, видимо, не встречал. Особенно русских. Русские, это просто для него мифологический народ, о котором он вот так вот рассуждает. Русская душа всегда раскаяна. Да, какая мощь. Русский характер готов к плохому, как к родному. Русская душа не имеет интенсии, а зачем? Она и так знает, что всегда будет трудно. Ах, нам объявили, что свобода заключается в перенесении физического тела из точки А в точку Б. Запутали. И в итоге корова оторвалась. Как-то ужасно написано. С перевизи. Побежала на лужайку за бадминтоном и десертом. Вот, вот, прекрасная стилистика. Прям абсолютно разумный текст Захара Прилепина. Шикарно. Еще и с враньем вложенным, с пропагандой, с нацизмом, который свойственен Захару Прилепину. Ну, вот так вот. Вот такой вот Захар у нас. Что еще? Что можно сказать? Пацаны какие-то. Что, вот он процитировал. Фильм обители будут снимать. Вообще, бездарнейшая книга. Скучнейшая. О чем она? Вообще, ни о чем, по сути. Читали. Там тупейшие диалоги. Очень много страниц. Эта графомания не имеет никакого смысла. Ну, опять же, там репрессии оправдываются. Ну, прекрасные у них такие места, где они были, в общем-то. Николыма, конечно. Соловки. Прекрасные соловки. Там курорт почти, по сравнению с настоящими, в общем-то, репрессиями. Там курорт. Люди приехали поотдыхать, там, не знаю, спят друг с другом телок каких-то окучивают постоянно. Прекрасное место. Многие русские люди так не живут. Без и не репрессий. А там весело. Весело, конечно. Прекрасный обитель. Потрясающе. Тупые диалоги постоянно. Хорошая цитата ниже. Оцените. Не будем оценивать. Мы хотим найти цитат самого Захара Прилепина. А вот, 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 смотрите, для меня чистый социализм не было частной собственности, предпринимательство было под запретом. Красава просто. В СССР у моих дедушек и бабушек были свои дома, свои мотоциклы, свои бани, даже бани были, свои коптилки. У нихера себе, кстати, скот свой был. Чё-то они такие чуть-чуть не раскулачили вообще. Чё-то кулаков не раскулачали. Там людей убивали у многих. А вот у Прилепина всё хорошо. Ну, давайте посмотрим. Умник охренеть, ещё в спор лезет. Как прекрасно. Видите, какой уровень Прилепина спора. Ну, вот, смотрим. Не было частной собственности. А в чём проблема-то? Захар Прилепин, почему он говорит, что у него была частная собственность? И у дедушки была, и у бабушки частная собственность была? Потому что Захар Прилепин не понимает, что такое коммунизм. И к чему он вообще стремится. Он пропагандирует социализм и коммунизм, но теорию социализма и коммунизма он не знает. И не знает, что предпринимательство, ну, должно быть, по сути, под запретом. И что кулачили-то за это, собственно. Забавно, что вот он пропагандирует какие-то идеи, которые подлинно, ну, не понимает. Человек просто не понимает социалистических идей, не понимает, что делали социалисты в нашей стране и зачем они это делали. В общем-то, Захар Прилепин, который якобы совмещает в себе социализм и православие, просто на самом деле идиот, который не понимает ни того, ни другого, что этот человек, пропагандист, может нам сказать, что он может написать в своих книгах, что полезного, что хорошего. Захар отлично ответили, да, отлично, просто вы не знаете фактов социализма и не знаете, что это вообще такое, и Карла Марса не читали, но отлично ответили. Потрясающе. Что, цитата есть? Чтение вслух? Нет, просто почитать решили. Так. Ладно. О, Чечерина, которая с ума сошла и тоже поехала на Донбасс, тетка просто вот вообще поехала. Она когда-то писала интересные песни, а теперь она просто поет песни про войну, пропагандирует, тоже пропаганду вызывает людей, туда зовет, на Донбасс, ну и сама воюет. Потрясающе. Отличная Чечерина стала. Для Захара Прилепина в самый раз. Замечательно. Как же меня бесят эти пропагандисты и террористы. Как же меня бесит все это. Ну сейчас так тупо. Сильно много. Если мы все это прочитаем, мы очень много времени не потратим. Давайте найдем еще одну цитату какую-нибудь хорошую, примечательную. Ага. Ты учился книжки читать. Любишь? Некогда мне читать. Если бы любил, нашлось бы время. Самая тупая цитата из Горького. Ну ничего особого там не было. Нет, в этой кстати. книжка то его недавняя. Наверное тоже все видели, где он просто описал как он кайфово воюет. Пацан поехал воевать там бухать, тусить в банях и все по всем это рассказывает о том как он перемещается между странами. Куда туда и сюда ездит. Потрясающе. Такая прелесть. Ой, еще МХАТ 100% продумали и реализуем. ублюдки сидят до социальных социалистических ублюдка. Ай. какой же это ужас честно говоря, что творится сейчас в России из-за вот этого человека. Отражение БГ в творчестве Захара Прилепина. Да, очень хочется прочитать. Честно, что? Есть такое мнение? Я не комментирую. Я не специалист. Ну, там, опять, видимо, кого-то решил приопустить, показать своим фанатам, какой он молодец. Так, россияне относятся к советской власти, более позитивной, чем к меньшей российской власти. Поведем в рамку запрос на левый поворот был и остается. А по улицам ходит буржуазие, веденное буржуазие заблуждение подростки. Мы неизбежно будем леветь, весь мир будет леветь, социализм и традиция. Социализм часть нашей традиции, которая, конечно, в целом больше социализма. А еще у Гитлера была традиция социализма. Он тоже ходит, наверное, в вашу традицию. У вас с вашей традицией там тоже Гитлер, мне кажется, затесался какой-то. А, кстати, да, напомню, что Прилепин не просто большевик, он национал большевик. Ну, то есть, если перевести, ну, большевик, почти равно социалист. Ну, большевики есть социалисты. Он национал, националист, да. То есть, он национал большевик, ну, то есть, национал социалист. Вместе с Лимоновым, потрясающий писатель, понимаете, у нас писатели фашисты. И это считается нормальным. Вот у нас писатель Лысый Гитлер какой-то, и это хорошо. Еще и террорист, плюс ко всему, милитарист, идет там, воюет, убивает людей на Украине по национальному признаку. Замечательно, замечательный у нас в России сегодня писатель. Спасибо всем большое за то, что вот таких писателей наплодили, друзья. Потому что вы разрешили таким писателям печататься. Это ж замечательно. У нас чешется ужас. О, а вот и Анна Долгарева, прекрасный поэт, который пишет ужасные стихи. Да, замечательно. Реклама своих друзей, своих сторонников. Ничего, такая умная статья. Там только много всяких вопросов, которые все кашиные, мужчина все время задает. Короче, я никогда не скрывал особенно, чем мы там занимались. За время работы батальон за двухсотил, за трехсотил около восьмидесяти человек и потерял более тридцати. А дальше можете кривляться из своего кресла перед ноутбуком сколько хотите. Да, на Донбассе идет великая война. Просто великая колоссальная война. Умерло с одной стороны восемьдесят человек, а с другой тридцать. Думайте, что хотите. Захар Прилепин много лет нам врал, что там идет ужасная война. Я думаю, за это время там еще больше людей умерло просто так, естественной смертью. Но давайте заметим, что вот эти восемьдесят человек и тридцать с одной стороны. с другой стороны это все молодые ребята по большей части. Такие молодые ребята, которых вот этот лысый дядька позвал на фронт, которых он заразил своими книжками ужасными. И в итоге они поехали воевать, умирать и убивать. Вот такие у нас сегодня писатели потрясающие. И сам он убивал там. По крайней мере он так пишет. Не факт, конечно. но говорит, что это так. Ссылка до противоставляем ТВ и интернет. Эх, эх, Захар Прилепин. Почему ж ты такое зло? О, высказывание давайте. Захар Прилепин в огороде Бузино. Причем тут Бузино? Просто вопрос. Давайте попробуем ответить. Майдан люди, Беркут, драки. На Майдане люди, а бьют нелюди. И так или нет? Со второй попыток попробуем. Аааа, Степан собор и ежедневно люди в этом ницем устроили Майдан уводить. Бузино, кстати, не в огороде, а в могиле. Ему не нравилось деление на людей и нелюди. Ладно. Они были люди, а били их не люди. Верно? Неверно. Ладно, господи, честно говоря, это все настолько скучно и настолько у Бога Захар Прилепин обманщик. Захар Прилепин настоящий обманщик, он пытается обмануть свою публику, несет ложь. Ох, опять всех перевозбудил, как видите. Самое плохое, что он не просто социалистический угун, он еще социалистический угун, который находится под правительством, который, собственно, можно сказать, сторонник правительства нашего. и это тройне печально, это тройне печально, потому что такие писатели будут и дальше продолжать существовать в нашей стране, а хороших писателей вы не увидите, пока у нас есть Захар Прилепин, Лимонов и прочие, прочие, прочие персонажи, которые достигли своих высот не благодаря таланту какого-нибудь, не благодаря интересным книгам, а благодаря только тому, что они могут хорошо подлизываться к правительству, при этом придерживаясь каких-то стран социалистических взглядов и обманывая людей откровенно. Восьмикратно с вами прощаюсь, с вами был Осьминок Бесконечности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова